Молекулярные маркеры глиом Ну, что такое глиомы? Глиомы по определению — это опухоли нейроглии, то есть это те клетки, которые окружают нейроны. И, соответственно, исходя из морфологических соображений, эти опухоли подразделялись изначально на астроцитомы — это, по идее, опухоли, которые произошли из предшественников астроцитов, и олигодендроглиома. Это, опять же, здесь мы говорим про опухоли, которые связаны с олигодендроглицитами. На самом-то деле это всё более сложная история, потому что у этих клеток и у астроцитов и олигодендроглицитов есть единые предшественники, так называемые стволовые клетки. Поэтому, в общем-то, здесь это деление в какой-то степени условное. Но, по крайней мере, вообще дифференциальная диагностика этих опухолей, она представляла для морфологов абсолютно нетривиальную задачу. Там и высокий риск субъективности, и плюс достаточно много было так называемых олигодендроглиастроцитом, то есть опухолей, как казалось, морфологом смешанного происхождения. Сейчас на самом-то деле всё просто. Делается обязательный тест на дилецию участков хромосов 1П и 19К. Считается, что во всех олигодендроглиомах имеется эта дилеция. Помимо этого, делаются тесты на мутации в гене IDH. Это гены, которые связаны с метаболизмом клеток. И, соответственно, мы исходим из того, что при олигодендроглиоме обязательным является присутствие IDH мутации кодилеции 1П и 19К. А для опухоли астроцитарного ряда обязательным является отсутствие кодилеции. IDH-статус может быть разным. В то же время надо понимать, что как для глиобластом, так и для более доброкачественных опухолей характерны две группы на образовании. Это с мутациями IDH и без мутации IDH. Причем в целом мутации IDH коррелируют с заметно лучшим прогнозом. И вот посмотрите, в данном случае этот прогноз выделен цветом для глиобластом. А вот это без мутации, а вот это прогноз для глиобластом с мутацией. Такие же картинки цветом они видели, они характерны и для других опухолей. Ну, на самом деле, одно из самых забытий относительно недавних, один из первых результатов появившейся технологии полногеномного секвенирования, это идентификация мутаций в генах IDH в глиомах. Эти гены кодируют ферменты, которые называются изоцитрат дегидрогеназы. В норме, в норме, они участвуют в метаболизме и они катализируют превращение изоцитрата в 2-оксоглутарат. Это так называемые неоморфные мутации. Если происходит мутация, она основную функцию фермента уменьшает. Мутированные ферменты, они в меньшей степени способны осуществлять вот эту реакцию. Но зато образуется новый метаболит, который называется 2-гидроксоглутара. И вот этот метаболит, он в первую очередь влияет на метилирование генома. Получается, что в результате гиперметилирования генома полностью меняется биология клетки. Что существенно? За счет метилирования генома появляется хромосомная нестабильность. Метилируется ген МГМТ, который связан с эффектом термозоламида. И происходят, в общем-то, системные нарушения биологии опыта. В целом, мутации в генах IDH, во-первых, они достаточно легко выявляются. Это так называемые точковые мутации, и, в общем-то, это тестирование, оно не представляет какую-либо проблему. Это в целом марки хорошего прогноза, потому что эти опухоли и сами по себе текут более благополучно. И на термозоламид такие опухоли реагируют заметно лучше. Пытались вообще разрабатывать антитела для того, чтобы детектировать эти мутации. Но так как тут достаточно простой молекулярный метод ПЦР основанный, я, честно говоря, не сторонник использовать косвенные маркеры, потому что все равно нам генетика нужна для анализа опухолей мозга, в частности, для анализа кодилетции 1P19Q. И поэтому здесь вот это использование суррогатных маркеров, которое связано с риском ошибок, мне оно представляется неоправданным. Если говорить о глиобластомах, то, опять же, существует две группы глиобластом. Это те глиобластомы, которые развились из-за того, что относительно доброкачественные опухоли астроцитомы приобрели более агрессивные черты. И вот для таких глиобластом, в общем-то, характерно, что они содержат, как правило, IDH-мутацию. А более часто глиобластомы развиваются диного, то есть у них нет идентифицированного предшественника. И, соответственно, эти глиобластомы у них немножко старше возраста возникновения, и они, как правило, не содержат мутации в генах IDH. Ну, как я уже говорил, глиобластомы с мутацией, как правило, имеют заметно лучший прогноз, заметно лучший прогноз как сам по себе, так и если применяется терапия. В настоящее время разработано несколько ингибиторов, мутированных изоцитрат дегидрогеназ. И эти ингибиторы, в частности, зарегистрированы, применяются для лечения остромиелобластного лейкоза, при котором часто бывают мутации в генах IDH. Но при этом для глиобластом подобная терапия, как правило, бесполезна. Да, есть описанные единичные случаи, но в данном случае пациентка, описанная в этом клиническом наблюдении, она проходила лечение по поводу рецидива. Рецидив у неё был удалён при помощи лазеротерапии, и она для профилактики дальнейшего рецидива, для дальнейшего рецидива, она стала применять ИВАСИДИГИП. Это препарат, который применяется, разработан для мутированных изоцитрат дегидрогеназ. И в данном случае авторы исходят из того, что она 4 года применяет препарат, у неё до сих пор нет повторного рецидива, они связывают это с последовательствием препарата. Но в целом, на самом-то деле, огромное количество биологических исследований показывает, что IDH1-2 мутации, они необходимы для того, чтобы сформировать опухоль, а для поддержания её же неспособности они не очень нужны. И поэтому получается, что по себе применение препаратов против вот этих мутированных ферментов, оно, как правило, не обладает достаточной клинической эффективностью, по крайней мере, при глиобластомах. Но в то же время эти мутации вызывают хромосомную нестабильность. И вот посмотрите, это интересная работа, которая опубликована в начале этого года, в 2021-м. Что делали авторы? Они брали пациентов с необычно хорошим прогнозом. И у этих пациентов с необычно хорошим прогнозом они изучали молекулярные портреты и пытались ответить на вопрос, почему эти опухоли так успешно лечатся. И на что я обратил внимание, что если брать долгожителей на иринотыкане, у них как раз наблюдаются вот эти мутации. Поэтому, может быть, и имеет смысл рассматривать подобные препараты, но в качестве препарата выбора именно при таких мутациях. Ну, хотя, конечно, это единичное наблюдение, и брать их совсем за основу, конечно, было бы неверно. Редко, но бывают в опухолях мозга мишени для привычной таргетной терапии. Ну, например, одним из первых таргетных препаратов, который был зарегистрирован для лечения астроцитом, стали ингибиторы фермента МТОР. Дело в том, что есть такое тяжёлое наследственное заболевание, туберозный склероз. Связано оно с наследственными мутациями в генах туберозного склероза. И в результате этих мутаций активируется киназа МТОР. Бывают подобные явления и спорадическими. Совсем не обязательно это наследственные опухоли, и бывают и в обычных ненаследственных опухолях тоже инактивация вот этих генов, которые приводят к активации МТОР киназы. Ну, против МТОР киназы есть несколько на самом-то деле лекарственных препаратов, в частности, Эверолимус. Он продемонстрировал свою эффективность у больных, у которых астроцитома возникла на фоне туберозного склероза. И, по крайней мере, в США этот препарат зарегистрирован для лечения этой достаточно редкой разновидности опухолей. Мутации в гене-бират. Но они в большей степени характерны для меланома. Они также встречаются в опухолях толстой кишки, они встречаются в опухоле лёгкого. Но и в отдельных опухолях головного мозга эти мутации также обнаруживаются. Против мутаций в гене-бират как минимум два ингибитора. У нас в стране доступны это вему-рофениб и даброфениб. Если мы говорим про опухоли мозга, то модно применять термин. Можно считать, что эти мутации играют роль агностического показания для лечения. Потому что, ну, посмотрите, здесь довольно старая работа, довольно давно стали наблюдать. Преимущественно в опухолях детского возраста мутации в гене-бират и пытались применять различные препараты, вему-рофениб, даброфениб. И, как правило, всё-таки это лечение вполне результативно. Ну, поэтому, в общем-то, можно считать, что тест на мутацию в гене-бират рекомендован, особенно для опухоли детского возраста. Если обнаруживается мутация, то есть все клинические основания пробовать инкибиторы мутированного в гене-бират. Иногда в опухоли головного мозга наблюдается так называемый гипермутабельный фенотип. Это ситуация, когда опухоль содержит в сотни раз больше мутаций, чем опухоли обычные. Ну, в частности, изредка в таких карциномах наблюдается так называемая микросателитная нестабильность, что существенно, что на фоне лечения темозаламидом, который является алкилирующим агентом, если алкилирование затрагивает гены репарации неспаренных оснований ДНК, то опухоли характеризуются микросателитной нестабильностью. Ну, микросателитная нестабильность, в общем-то, является агностическим маркером для назначения иммунной терапии. Но надо понимать, что не только микросателитная нестабильность является причиной гипермутабельного фенотипа. Например, в некоторых опухолях мозга обнаруживаются мутации в генах ДНК полимераз, которые тоже приводят к избыточному накоплению мутаций как следствие потенциальной эффективности иммунотерапии. Описано несколько случаев, когда в опухолях обнаруживалась активация геномет. Для геномет есть ингибиторы, ну, в частности, наиболее известный кризотенип. Сейчас новые ингибиторы стали появляться. Ну, и здесь в единичных случаях ожидаемо описана эффективность подобного лечения. МГМТ. В самом-то деле самый нужный маркер для того, чтобы анализировать опухоли мозга, в частности, к реальному происхождению. Этот ген кодирует метилтрансферазу, и он фактически обеспечивает удаление. Сам по себе механизм действия этого препарата, он связан как раз с тем, что метилируется основание ДНК. Вот и получается, что если активность вот этого фермента в опухоли высокая, то действие препарата бесполезно. И напротив, если активность этого препарата фермента низкая, то тогда темазоламид может оказывать действие на опухоли. Ну, на сегодняшний день вообще большинство исследователей используют непрямой тест. На самом-то деле, если метилируется промотор МГМТ, то тогда продукция этого фермента низкая, и тогда, значит, ожидается, что от темазоламида может быть определенный эффект. Ну, опять же, я не сторонник. У нас все-таки в лаборатории есть прямой метод, когда просто РНК-анализ проводится к экспрессе данного гена. Это прямой метод, это намного более информативный, поэтому мы стараемся анализировать активность гена МГМТ прямо непосредственно эту продукцию на уровне РНК. Надо понимать, что все глиомы с мутациями в гене Айдеич, они и так имеют метилирование МГМТ, и их не надо тестировать. Анализы МГМТ имеют смысл только для тех опухолей мозга, у которых нормальная последовательность фермента Айдеич. В отношении применения теста на МГМТ существуют достаточно четкие алгоритмы. Все-таки считается, что у этих пациентов темозоламид настолько неэффективен, если высокая экспрессия МГМТ, что, в общем-то, и для подобных пациентов целесообразно пытаться их направлять в клинические исследования, где применяются другие методы лечения, помимо темозоламида. И наоборот, соответственно, если продукция этого фермента низкая, то есть опухоли потенциально чувствительны к темозоламиду, то проводится в отношении подобных пациентов интенсификация использования алкилирующих агентов. Ну, в частности, посмотрите, здесь у этих пациентов с низким уровнем экспрессии МГМТ, с чувствительностью к темозоламиду, у них применялась комбинация ламустина и темозоламида. И посмотрите, какой явный выигрыш в общей продолжительности жизни. Все-таки, согласитесь, это клинически значимые результаты. В ходе леца 1П19Q много генов расположены на этих участках хромосом. По-видимому, кто-то из них имеет вклад в патогенез олигодендроглиом, но надо понимать, что на сегодняшний день вот эта ходе леца обладает только диагностической значимостью. Просто ставится диагноз олигодендроглиом, и далее эти опухоли, они лечатся так, как соответствуют диагнозу. Ну, на самом-то деле, много довольно попыток использовать маркеры для того, чтобы выбирать лечение. Ну, в частности, назначать там азоламид или не назначать. Ну, на самом-то деле, здесь есть различные схемы, честно говоря. Ну, в частности, что предлагается, что если у нас МГМТ не метилированный промотор, то есть продукция этого фермента высокая, то там азоламид бесполезен, и поэтому в отношении таких опухолей, если это диффузная астроцитарная глиома, применяется только радиотерапия. А если промотор метилирован, то есть экспрессия фермента низкая, тогда получается комбинация там азоламида и радиотерапии. Подобные, в общем-то, алгоритмы, они более или менее неплохо разработаны, и в некоторых клиниках они применяются. Особая степень, особая разновидность глиом, это глиомы средней линии или глиомы срединной линии. Для них характерна мутация в одном из белков, кодирующих гистоны. Ну, что интересно, здесь несколько, может быть, белков, они похожи, а мутация находится в одном и той же аминокислоте. Ну, где-то мне это напоминает, помню, что бывают гены К-раса и Н-раса, а там тоже, несмотря на то, что гены разные, номера позиций, в которых происходят замены, они одинаковые. Ну, опять же, на самом-то деле, этот тест, он скорее является диагностическим. То есть, когда поставлена такая мутация, то тогда, соответственно, сам по себе диагноз глиомы средней линии не вызывает сомнений. Ну и, соответственно, там есть схемы лечения, которые именно применяются для опухолей данной разновидности. Ещё один ген, который на самом-то деле применяется в диагностике, он представляет из себя регулятор транскрипции. Что существенно, что он практически всегда мутирован в тех случаях, когда мутирован ген IDH, и причём мутации эти, они инактивирующие, они сопровождаются утратой экспрессии данного гена. Ну, соответственно, на самом-то деле мутации в гене АТРХ, так как они сопровождаются изменением экспрессии, то многие иммуногистохимические лаборатории, они практикуют анализ статуса гена АТРХ, чтобы сделать диагностику глиальных опухолей более уверенной. Ну, на самом-то деле, опять же, так как это фактически IDH статус АТРХ статус, они эквивалентны по своим... Ну, эти события практически всегда сочетаются, то, в общем-то, сейчас можно сказать, что не все лаборатории используют дополнительную диагностику гена АТРХ, точнее, продукции его белка. Что интересно, мы вообще всегда воспринимали глиальные опухоли как достаточно изолированную систему от самого головного мозга. Но оказывается, опухолевые клетки, они содержат рецепторы глутамата, и они могут отвечать на стимулирующие сигналы со стороны нейронов. По крайней мере, удивительно, но электрофизиологическое возбуждение, оно характерно не только для нейронов, но и для клеток глиом, которые содержат рецепторы глутамата. Именно с этим связано то явление, которое установили эмпирически, что применение ингибиторов, рецепторов глутамата, то есть противоэпилептических средств, оно в отдельных случаях может обладать лечебным эффектом в отношении опухолей мозга. И то, что опухоли мозга, они могут вообще проводить электрофизиологические импульсы, то, что они столь же активны, как нейроны, согласитесь, это достаточно новая информация. Более того, аналогичные наблюдения получены в отношении карцином молочной железы. Оказывается, карциномы молочной железы тоже могут экспрессировать рецепторы глутамата и таким образом быть электрофизиологически активными. И именно экспрессия рецепторов глутамата, она приводит к резкому увеличению рисков метастаза рака молочной железы в головной мозг. Ну, вообще, на самом-то деле, иннервация опухоли – это новое явление. Оказывается, что вообще сама по себе иннервация опухоли может влиять на характер их роста. Причём, как провоцировать рост опухоли, так и сдерживать их рост. И в частности, хорошо известные энкогены, например, супрессорные гены, например, ген P53, который часто мутирован в опухолях мозга, оказывается, что его инактивация может способствовать иннервации новообразования и таким образом провоцировать их рост. Но это мы немножко отвлеклись. Я осознательно сделал небольшой экскурс в смежные области онкологии. А всё-таки в отношении основы, основ у нас остаётся вот эта схема, где анализируется статус IDH и статус козелекции 1P19Q для постановки правильного диагноза опухолей мозга. Ну, в эту схему можно ещё добавить, что сам по себе анализ MGMT является одним из самых стандартизованных и самых востребованных тестов в клинике опухолей мозга. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...